Вы наверняка слышали о неком гликемическом индексе ГИИ продуктов, который влияет на снижение веса. Сегодня выпуск именно о нем. Разберем, что означает это сложное название, почему важно знать и учитывать этот показатель в питании, и как продукты с высоким гликемическим индексом блокируют все ваши действия при похудении. Ученые говорят, что ГИИ продуктов также важен в питании, как и препарат при сахарном диабете. А раз это так важно для здоровья, значит я расскажу об этом и приведу в подтверждение исследования. Чтобы снизить вес, начинается питание. Мягкое или жестко, голодное или сытно. Но что делать, когда диета не приносит результата? Хотя режим налажен, колораж и порции в норме, согласитесь, отсутствие результата отбивает любое желание снижать вес. Находится оправдание то генетика, то беременность, то климакс. Но одно дело, когда лишних килограмм 10-20 и нужно всего лишь купить одежду на размер больше и совсем другой, когда 40-70 и более килограмм. Это уже не внешняя форма, а перечисление диагнозов в вашей медицинской карте. Гипертоническая болезнь третьей степени, всего их 4. При диабете, диабете, артрозе в суставах и позвоночнике, сосуды забиваются жиром из-за высокого холестерина и так далее. Перегрузку испытывают все органы и системы. Участники проектов делятся, что не могли самостоятельно мыться, им помогал супруг. А как вам такое? Не поместиться в офисный стул в приемной врача и ждать стоя. А здоровье женщины, мамы, ее самочувствие зависит благополучие всей семьи. Но, как известно, кто не худел, тот ни разу не ошибался. Поэтому, чтобы перестать делать ошибки и разочаровываться в усилиях по снижению веса, прямо сейчас подпишитесь на мой канал и вставьте колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Метод снижения веса, учитывая уровень гликемического индекса продуктов, достаточно прост. Он помогает существенно повысить результат при снижении веса. Здравствуйте, я Светлана Никитчук, автор канала о снижении веса питания. В питании заключается великая сила оздоравливать, влиять на настроение, умственную способность и, конечно, количество жира в теле. Но, к сожалению, многие недооценивают питание и используют его всего лишь как дешевый источник удовольствия. Чтобы просвещать и обучать сбалансированному питанию, я создала два проекта, которые решают разные задачи. Первый – цех. Длится две недели, его цель – немного встряхнуть и снизить вес на 4-6 кг. Второй – нутрициологика, продолжается около двух месяцев и нацелен на более персональную работу и решает более существенные проблемы с лишним весом. Ссылки сразу под этим видео. Более 15 тысяч людей по всему миру уже решили проблемы со здоровьем и пришли к своему комфортному весу с помощью моих проектов. Напишите в комментариях, какой вес у вас сейчас и какой комфортный хотели бы вернуть. Итак, гликемический индекс – показатель продукта или напитка, который определяет, как быстро и как высоко поднимется сахар в крови после того, как вы его съели. Продукты, которые медленно перевариваются, постепенно отдают глюкозу в кровоток, имеют низкое значение ГИИ – до 50 единиц. Соответственно, быстрое расщепление до глюкозы обеспечивает ее быстрое и объемное попадание в кровоток, что определяет их как продукты с высоким гликемическим индексом от 70 до 95 единиц. Одно дело – съесть картофельное пюре. Посмотрите, как будет изменяться показатель сахара в крови. И совсем другое – когда на гарнир выбрали салат. Помидоры, огурцы, листья салата, болгарский перец, ГИИ этих овощей 10-15 единиц и разлительно отличающийся график сахара в крови. Понятна разница? Все плавно и без скачков, и протяженность длиннее, а значит и насыщение дольше. На ГИИ обращают внимание в углеводных продуктах. Как понять, что перед вами именно он? Если вы посмотрите на этикетку любого продукта, то увидите состав и содержание белков, жиров и углеводов. Так вот, если из этих трех показателей больше всего грамм приходится на углеводы, то бинго! Перед вами углеводный продукт. Но это вовсе не означает, что от него нужно отказаться, если ваша цель – снизить вес. Просто учтите его ГИИ. При высоком ГИИ и резком подъеме сахара в крови вы сильно голодны уже через 1-2 часа. Потому что, посмотрите, красная линия – это сахар в крови. Он провис, ушел в минус. Вас трясет, разболелась голова, плохое настроение, организм нормально реагирует на слишком низкий сахар. Естественно, ему нужно что-то, что быстро его поднимет в безопасное значение. Сладкое. То есть, получается, не разбираясь в ГИИ продуктов, мы сами себя подсаживаем на зависимость от сладкого. При плавном же графике через 4 часа вы лишь слегка проголодались и едите нормальную порцию, без переедания и упора на сладкое. Если говорить о молочной продукции, то глазированные сырки и плавленый сыр не способствуют снижению веса. В то время как обычный 5% творог – обязательный продукт. Из него печем, готовим десерты и другие блюда. Что касается круп, то гликемический индекс кенуа – 35, а перловки – 20. Самый большой у пшена – 70. Даже чуть больше, чем у манной каши. На моих программах по снижению веса покупная кондитерская продукция становится ненужной, потому что на нее просто перестает тянуть. Но все же и в этой категории продуктов есть провокаторы. Крекер, леденцы, карамель, вафли, халва, молочный шоколад и батончики, ГИ которых 80. Самый низкий у мармелада – горького шоколада и ММДЭМС. С овощами тоже все непросто. От свеклы, кукурузы сахар подлетит как ракета. Но чемпионом был и есть жареный картофель – аж 95 единиц. Зато у помидоров всего лишь 10, как и у зелени и зеленого салата. Как вы уже догадались, ГИ продукта зависит от того, какие углеводы он содержит, а именно простые или сложные. Запомните закономерность. Чем проще углевод – бананы, творожки, манка – тем выше их ГИ. Чем сложнее углеводы – зеленый салат, гречка, кефир – тем ГИ ниже. С простыми углеводами организму не нужно тратить энергию и время, чтобы получить глюкозу. Потому что они состоят всего из двух молекул – глюкозы и фруктозы. Чтобы попасть из желудочно-кишечного тракта в кровь, им требуется мало времени и столько же мало усилий. Чем плохи эти скачки? Кроме того, что через 1-2 часа вы снова голодны, а через 3 часа готовы съесть без разбора 1-2-3 компот. Дело в том, что кроме резкого скачка сахара в крови происходит такой же резкий выброс инсулина. Посмотрите, он выделен с синей линией. И повторяет уровень сахара. Копирует его уровень и скорость подъема. Инсулин – это гормон пожелудочной железы. Он помощник и спаситель. А именно, когда глюкоза из желудочно-кишечного тракта попала в кровь, хватает ее и несет к голодной клетке. Получив глюкозу, у нее снова есть энергия для того, чтобы расти, делиться и проводить сотни химических реакций обмена веществ. Так вот, пока работает инсулин, сжигание жира не происходит ни при каких обстоятельствах из-за его анаболической природы. Уверена, вы слышали такой термин, как анаболические стероиды, когда спортсмены принимают их, чтобы нарастить мышечную массу и улучшить процессы восстановления. Значит, похудение или липолиз, уменьшение жировой ткани невозможно, когда работает инсулин. Он активирует рост тканей и наоборот увеличивает размер жировых клеток, адипоцитов. Также он блокирует гормон лептин, который наоборот способствует жирожиганию. Про жировую ткань и инсулин у меня есть видео, обязательно посмотрите его. Когда на обед вы выбрали мясо, гречку и салат, организму понадобится время, чтобы расщеплять сложные углеводы до глюкозы. Уровень сахара, крови при таком обеде будет повышаться медленно и как бы пролонгироваться. Что при этом чувствуем мы? Голода нет, даже когда пришло время обеда. И на моих проектах мы начинаем с того, что вы забываете чувство голода, но при этом вы видите минусы на весах. Иногда это шокирует, ведь большинство людей привыкло, что похудение это страдание. Мало есть, постоянно чувствовать голод, есть пресные и однообразные блюда. У вас на руках будет программа питания, в которую входят продукты с низким гликемическим индексом или вы всегда можете поменять чечевицу на дикий рис или макароны, гречку или кускус. Переходите по ссылке и записывайтесь на ближайшую программу по снижению веса и убедитесь, что это работает лучше любой диеты и голодных протоколов питания. Существуют продукты с очень низким гликемическим индексом от 0 до 20. Просто низким, средним, высоким. Вам не обязательно их запоминать. Их легко найти в интернете и придерживаться. Когда вы пару дней готовите, заглядывая в таблицу, то запоминаете и все происходит автоматически. Как когда вы садитесь есть. Вы не проговариваете, вот ложка, нужно ее взять, зафиксировать, первым, вторым, третьим пальцем зачерпнуть суп, поднять его на уровень рта, открыть рот и вылить содержимое. Нет, вы просто садитесь и едите. Также с гликемическим индексом продуктов все переходит в автоматизм. Это я съем и буду худеть, а от этого сорвусь и переем на тысячу калорий. Хотя и это имеет место быть, срывы это норма. Но как с ними обращаться, рассказываю и в своих соцсетях. Вот они, подписывайтесь. Еще больше про снижение веса, рецептов и мотивации, а также анонсы моих программ и прямых эфиров, и бесплатных интенсивов, которые смотрят и худеют самостоятельно. Доктор наук Н.Л. Питерс рассказывал об исследовании употребления продуктов с низким гликемическим индексом молодых людей в Сиднее. Он поясняет, что отмечено двукратное снижение жировой массы за 12 недель. Изначально было две группы. Первая придерживалась обычной диеты с низким содержанием жиров, а вторая с низким ГИ. За 12 недель вторая группа потеряла вдвое большее жировой массы около 5 кг вместо 2,5. У них улучшился уровень липопротеидов низкой плотности. То же самое видно у одной из моих участниц проектов Анны. Видно большая потеря жира, показатели сахара и холестерина тоже снизились. Сейчас она весит еще меньше, она на пути к комфортному весу, но если раньше ей рекомендовали оперировать колено, то сейчас в этом просто нет необходимости. Но как в любом правиле есть исключение. Сырой продукт может быть с низким ГИ. Например, морковь. Всего 30. Но стоит ее отварить и ГИ 80. А именно в готовом виде ее кладут во все возможные салаты. Чем сильнее продукт подвергается тепловой обработке, тем выше его ГИ. Поэтому готовим за максимально короткий период. Чем мельче помол, например, муки, тем быстрее переваривается пища, а это, как вы уже знаете, повышает ГИ. Ферментированные продукты за счет молочной и устной кислоты замедляют переваривание пищи, а следовательно всасывание глюкозы в кровь. То есть снижают ГИ продукта. Выбирайте продукты с ГИ не выше 50. И будет вам снижение веса. Ну а если самостоятельно никак, приходите ко мне на сопровождение. Все покажу, помогу и вес будет убавляться. Ставьте лайк, если было интересно и понятно. Надеюсь, теперь в вашей жизни стало на еще один непонятный термин меньше. С вами была Светлана Никитчук. Увидимся. Пока-пока.